10 тысяч долларов в матч или хочешь перца? Не, кто-то, блин, в носу ковыряет, кто-то стоит отдыхает В один утро, в три ночи, в два, неважно, я просто встречал его Ты что в Америке забыл, братан? No money, no money What the fuck, man? Человек не мог выйти на игру трезвым Вы можете включить камеру? Не, мы уберем Друзья, доброго времени суток всем, у нас подкаст AHL Начинается прямо сейчас и наш гость сегодня это Это человек, который сбежал от разбинки, чтобы прийти к нам на подкаст Человек, который рвет и мечет все на льду Человек, который уехал из Америки, чтобы приехать в Армению, играть за сборную Армению Но, не знаю, получится у него или нет, это Валентин А.К. Коваленко Лу-у-у-уу-у-у-уу-у Вы можете гулять с которым бежали, что будет просто концерт У него получится! Валя, привет! У него все получится, у тебя все получится! Ваня, сходу вопрос со стороны Еревана, сборной Армении. Ты по армянски разговаривать имеешь? Пока нет, к сожалению. Хаки какие-то слова, знаешь? Бар оф зэс. Все. Что это значит? Привет. Ну уже хорошо. А как будет пакет на армянском? Обычно в магазине говорят, надо вам пакет, как это будет на армянском? Слушай, я не помню честно. Все русские знают, как будет пакет. Вот реально. Нет, я вообще не слышал. Кто брак? Кто брак? Все, будешь теперь два слова знать. Как же тебя приняли в Ереване? Расскажи, как ты вообще попал сюда? Слушай, ну так получилось, что играл в Москве за любительскую команду перцев, так как не было там сейчас вариантов. И, соответственно, перцами владеет Петр Лебедев, который просто спросил в чате, кто вообще готов поехать поиграть из мастеров. Ну, я для себя сначала вообще рассматривал просто съездить, посмотреть, что здесь. А почему здесь ты и мастер? Ладно. И, собственно, просто приехал ради интереса посмотреть, что здесь и как. Оказалось, что можно потом поиграть в сборной, поиграть в лиге. Собственно, так и остался. Ну, получается, я так понимаю, в чате написали, повторюсь же, и ты решил приехать попробовать. Какие были у тебя вообще мысли в голове? Ожидания, ожидания. Ты едешь в Армению, в страну, где вкусно, сытно, красиво, вкусно пахнет. А Валя любит поесть. Вот, ну, объясни мне. Что у тебя было? Я был, когда ты сюда ехал. Ты вообще думал, что здесь люди играют с клюшками в хоккей или думал, что шампурами здесь бегают? Конечно, шампурами и в перерывах шашлык жарят. Я вообще думал, в целом, ты так прилетишь, поиграешь, и ты никогда не мог подумать, что ты останешься здесь надолго. Не, ну я слышал про сборную. То есть, вообще, я увидел, ну так как я вот с Рафиком Акабджаняном, да, мы учились… Играли вместе, да? Поларбол только вместе. Ну вот. И, собственно, я у него там по историям видел в прошлом, получается, когда апреле-май, что есть такой чемпионат армянский, начали, играют. Ну вот. Но тогда, собственно, никак не мог его коснуться, потрогать, приехать, поиграть, да? Сейчас такая возможность появилась, и вот поехал, а дальше уже узнал и про сборную, и про все, и принял решение, что почему не попробовать такой шанс в дальнейшем сыграть на чемпионате мира. То есть, весьма интересно, я думаю. Очень круто, очень круто, что русским ребятам дается такая возможность приезжать сюда и играть. Это реально популяризирует хоккей, не только в Армении. Ну и вообще в мире, конечно же, да. Ты когда-нибудь вообще мог бы вообще представить в жизни, что ты приедешь сюда в Армению, если так? Честно говоря, вообще даже не задумывался, не думал, что в принципе в Армении хоккей появится. Получается, никогда в жизни не был в Армении. Да, это первое. А сейчас ты уже человек, который уже живет. Мне кажется, он бы и не был, если бы не играл. Если бы не хоккей, он бы за всю жизнь так и не приедал. А чем бы тогда занимался в Карене? Надо у него спросить, сейчас все спросим. Только ты спросил, как приняли его в Армении. Вы приняли офигенно в Армении, потому что я встретил Валю. Я встретил не один раз, по-моему. Я, кстати, Кликуха. Кара аэропорт. Да, да, да. Потому что я четыре раза ездил на Валю аэропорта. В пять утра, в три ночи, в два, неважно. Я просто встречал его. А ты бы накидывал на чай хотя бы? Конечно. Мне накидывали на чай. За то, что я его привез. Короче, мы шурмечку отвезем. Попробовал первый раз шурму армянскую. Вкусная же это была была. Да, да, да. Ну, честно. Да, да, да. Говорит. Ты запикаешь там? Валь, 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 подожди секунду. Ты не в той сидишь в футболке, братан. Ой, 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 ой. Это вы. Это футбольная пьюник. В целом, взять, ты когда-нибудь вообще слышал ли о существовании такого, так скажем, не хоккейного, хоккейного не было, футбольного пьюник? Ну да, футбольный, конечно, слышал. За всеми видами спорта слежу. Даже я не слышал, честно говоря. Я слышал, я всегда слежу. Ну, потому что я за футболом вообще не слежу, а в Армении тем более. Ну, это плохо за нашими армянскими клубами. Ну нет, за сборной Армении я слежу, слежу и следил за их командами. Нет, потому что здесь не популярен. Слушай, его вопрос такой, я задам. Помолчи, посиди пока. Этот, если бы не Петя, допустим, да, какая ближе всего команда к тебе была? Вот хотел бы ты играть в какой-нибудь другом же команде, если бы давай отберем. Петю уберем. Вот тебя я не Петя позвал, сам приехал. Где бы тебе было ближе, вот, потому что я насколько знаю, львы, они разминаются каждую тренировку. И, возможно, там, где было бы комфортнее с ними, типа, в месте. У нас просто в Перцах, например, мы не разминаемся. Да, это понятно. У нас, как бы, там, в видеосъемке проходит Карена, мы снимаем ему контент, не знаю зачем, и в ответ ничего не получаем, ни денег, ничего. Просто для зрителей, чтобы было понятнее, он единственный в команде, кто разминается. Ну, кроме Валя, никогда никого не вижу, там, скакалочка прыгает, там, раз-раз ручкой поработал. Я скажу больше. Ни в Перцах это не популяризировано у нас. У нас так чисто, как-то по кайфу в раздевалке так чисто вот так руку. Ну, чисто шашлычок жарите, да, в раздевалке. Ну, так вот, вопрос, какая у тебя команда ближе, все-таки, или Пиник все-таки? Да, я думаю, Пиник. Ну, я, в принципе, говорю, не задумывался до этого. Хорошо, тебе завтра. Звонят, Перцы говорят, Валь, 10 тысяч долларов в матч, переходишь в Перцы. Не, ну, давай будь реалистом. Я уже не зря одел Пиник. А мы наберем какому-нибудь твоему дядюке, он нам по-братски даст денег, не? Либо твоему. Не, не, не. Ладно, Валь, а о хоккее что здесь узнали, мы еще спросим у тебя вопросы. Расскажи, ты же у нас известный парень, мне тут честно мне рассказывали, он там Валя Коваленко приедет, он там в НХЛ чуть ли не играл, там ездил в Америку. Расскажи, пожалуйста, правду тебе. Ты чего в Америке забыл, братан? Тоже приехал по кайфу. Ты же понимаешь, что может, кстати, не было такого, что тебя обманули, тебя звали в Америку, а ты приехал в Армению. Да, спутал АХЛ, да, Лидия, да, конечно. Да не, ну, в Америке просто, до этого играл в Канаде, в препскуле, также в молодежных командах, в двух, в США непосредственно, в Канаде учился, готовился в универ поступать, ну, дальше играл тоже, ну, потом сюда вернулся. Ну, то есть, три года я отыграл. Для меня весьма интересный опыт был. Поиграть, посмотреть, что тоже потрогать. Все там, скажем так, на ладони у скалтов в свое время, да, можно было попадать куда-то. Вот, планировал попасть в Division 1 NCAA, и вообще, ну, то есть, в какой-то момент переговоры велись с Mine University, скажем, они наблюдали, да, но дальше интереса, к сожалению, не дошло. Также слышал про интерес Providence College тоже, но тоже дальше интереса не дошло, но тоже хороший опыт. Можно было дальше, конечно, оставаться чуть пониже дивизионам в университете. Там большая конкуренция, да? Да, 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 ну, это, скажем, в Америке самое главное – это попасть для них в колледж. То есть, не важно, как по спорту, по учебе. На легионеров пока не смотрят. На легионеров нормально, для них это все нормально. То есть, ну, опять же, интересно, что в колледжах, в университетах это все нормально, легионеров сколько угодно, но в молодежных лигах именно в Америке лимитировано. То есть, вот даже недавно смотрел BCHL есть лига, да, это, получается, канадская, по-моему, одна-две команды американские, там тоже два легионера, в NHL тоже там четыре легионера лимит. Но при этом вот из этих лиг можно попадать в университеты, но в самих университетах нет лимита на легионеров, то есть куча народу играет разных. Поэтому весьма интересно было. Тут мне нашептало армянское радио, что ты задрафтован в NHL, правильно? Верно или нет? Нет, 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 это какое-то неправильное. Армянское радио, брат. Если что, это Карен был, он мне рассказывал, что все, NHL. То есть ты не был задрафтован? Нет, нет, нет. Соответственно, если ты вдруг по-образски договоришься с NHL, соответственно... А под каким номером был задрафтован? Под каким? Кто? А ты? Я? А нет, все-таки нет. Расскажи про свою российскую карьеру. Ты же в России начинал хоккей. Брат, как ты думаешь, ты себя привел? Да, да. Да нет. Потому что я пошел вот в четыре годика. Я в три года пошел. Да. Я по-образски в семь. Я на семь. Где мой уровень? Блин, я могу сейчас быть лучшим. А вот Иго здесь сижу, подкаст смогу быть задрафтован как раз. А потом можешь свои блоги снимать опять. Ты тоже, да. Ну, посмотрите мои блоги, кстати. Интересно. Реклама. Нормально. Ну да, согласен, не так интересно, но все равно можно посмотреть. Да нет, ну, начинал вообще в три года. Привели родители. Я помню, сначала… Разменька? Было… Хорошо. Размялся, вышел на лед потом. Так. Да нет, сначала, я помню, плакал, мне не нравилось на льду. Но потом вроде пошло дело, поехало, как-то мне тоже понравилось. Потом как раз уже оказался в ЦСКА по школе, когда только набор был. Сколько-то, пару-тройку лет поиграл. Потом был в «Динамо» в московском. И, собственно, уже до вот почти выпуска был в «Крыльях Советов». Но за год до выпуска как раз вот в 16 лет уехал в Канаду играть. А каково это было твоим родителям, родным, близким, отпускать тебя в несовершенно летном возрасте в ту страну? Не может быть, их инициатива была. В другой континент вообще. Их инициатива была. Не, не, не. Было ли тебе сложно? Хотел ли ты уезжать? Да. Ну, конечно, хотелось. Мне было интересно. Но, наверное, родителям было сложно. За них, конечно, не скажу, не знаю. Но вообще, в принципе, они понимали, что я человек сознательный. То есть, не знаю, какими-то, скажем, нехорошими вещами не занимаюсь. Поэтому это наше было совместное решение, скажем, чтобы я поехал. Вот. Ну, поехал. Сначала было сложно, конечно. Но мы поехали, опять же, с другом вместе, тоже из Крыльев Советов с Русским. И там, в принципе, поехали к, скажем, у него сестра там в Торонто живет. И поэтому было легче. Она тоже нам помогала адаптироваться. Там, приезжала к нам, тоже разные такие бытовые какие-то дела. Все могли с ней решить. Ну, вот. А так... Ну, было, конечно, первые, не знаю, наверное, пару месяцев сложно. Язык, я, конечно, хорошо его знал, отлично. Но все равно, скажем, адаптация нужна. Потому что разговорная речь и там речь, которая просто в школе, да, дается, то это все немножко по-разному. Ну, поэтому, ну, первые пару месяцев адаптировался, привык. Потом уже стало легче. И, собственно, нормально. А как с тренером? Вот, ты играл в команде какой-то, правильно? Да, да, да. Как вот тренер же на английском говорил, ты все понимал? Или он русский выучил ради тебя? Конечно. Конечно, мы приехали, сразу сказали, давайте. Нет, в целом, реально, если пишу, так вот, ты как понимал, что он говорит, ну, там, именно все, или вот как-то было непонимание, ты хотел спросить, как делать упражнения, ну, там, приходилось смотреть, как это... Ну, ты же не подъедешь к тренеру, не спросишь так же. Или ты мог с твоим знанием английского подойти и спросить что-то? Нет, что-то спрашивали, но что-то там были русские ребята. То есть... Подсказывали? Да, конечно, они помогали. У нас было там всего сколько? Пять русских, то есть прям Russian mafia такая. Вот. И которые уже при этом там были давно. В том числе, вот, Тимофей Хохлачев, брат Саши Хохлачева, собственно, нам все подсказывали, помогали, объясняли, если мы где-то не понимали. Но и мы старались быстрее впитывать, то есть что-то смотрели, что-то где-то выспрашивали, но старались сразу все это делать так, как тренер. Как хорошо ты знал Тимофея Хохлачева? До того, как я приехал? Ну, вообще, ты его хорошо знаешь? Да, конечно. Вопрос следующего, похоже на своего старшего брата или нет? Ну, в чем-то похоже, да. В чем? За пределами хоккей? Ну, я думаю, за пределами. Хотя, как раз, мне кажется, они разные. Что-то не так? Я не знаю. Это просто легендарный человек. Я с ним, так скажем, муж заочно знаком через его товарища. Никишина? Через Никишина? Он красавчик, мне нравится. Он красавчик, простой пацан, он творит просто. Живет, кайфует. А ты, кстати, вопрос про Хохлачев, окей, мы поняли. Но ты, говорят, армянское радионошпитало с Тарасенко братом играл? Да, играл. Его, кстати, тоже Валентин зовут, Валентин Тарасенко. Да, в Сан-Т-Луисе играли. А сколько тебе лет вообще? Какого-то года? 2001. 2001. Да, 22 года. А вот Валентин Тарасенко тоже так переводит? Нет, он 2000 на год старше. А он тоже не разминался или нет? Нет, он не разминался, к сожалению. А у вас были в команде в Америке, кто не разминался? Или вам об этом нельзя было вообще? Нет, ну там как раз все в индивидуальном плане. Поэтому, как я сейчас разминаюсь, типа никто не выходит, не заставляет. У нас, да, в России где-то там в командах везде тебя выходят, заставляют, говорят, давай разминайся, это надо. А там никто, если не хочешь, не разминаешься. Главное, это и результат, правильно? Да, если травмировался, не показал результат, это твои проблемы. Мне, знаешь, интересно просто в Америке как там вообще, ну по-разному, каждый тренер по-разному, но вообще как у вас было такое, что тренер не разрешал, допустим, воды пить во время игры, не разрешал смеяться, условно говоря, но есть же тренеры, которые специально говорят так, не улыбаемся, держим такое лицо, да, строгое, и там нельзя пить воды, либо есть вообще такое, что тренер разрешает пить воды. Ты на кого-то намекаешь, на какого-то тренера из перцев? Нет, есть много моментов всяких, у тебя были в команде какие-то, может быть, моменты, может быть, странные, потому что есть команда, насколько знаю, когда может забивает гол команда, тогда вот можно пить воды, до этого момента пока нельзя. Вот были какие-то такие моменты, но были. Может там тоже так сделали? Ну, не давай, не буду, хотя мы сразу что-то откачиваем. Если мы так сделаем, мы сразу будем пить в первые же минуте, потому что Самил Доктян выйдет с первой сменки и забьет гол, ну конечно, давай сделаем, брат. Доктян, я нас забью, ты не переживай, а ты перестань снимать свои эти влоги. Хорошо, ладно, мы сейчас под подкаст или отношения выясняем? Ну я хочу с тобой тоже выяснить, ты меня не слышишь никогда. Я у тебя услышал, Валентин, были какие-то моменты? Да нет, странных никаких не было. Хорошо, самый странный ритуал, который ты видел за свою карьеру. Может там в Армению игроков, там приходишь, шампур там, не разминаться. Сушал мясо и пошел. Самый странный, знаешь, не разминаться с одной стороны. Да, да. Не, реально. Это самый странный, ну не скажу, самое банальное, наверное, просто там не переступать через клюшку многие делают. То есть если переступают… Ну все, да? Да, прям заново они мотают ее, потом сидят такое видел. Но это в основном в России и в тиграх видел. Как ты пришел к тому, что ты разминаешься постоянно? Вот честно, мне это нравится, я подсматриваю, как ты это делаешь, но пока не делаю. В силу того, что я еще восстанавливаюсь после травмы своей. Ты пока радуйся, но я сейчас вернусь, не будешь такого. Почему ты именно вот… Откуда это пришло к тебе вот это постоянно разминаться? Тебе либо отец говорит, обязательно там перед Юрой разминайся, прогревай свои мышцы, чтобы, дай бог, не травмироваться. Ты сам пришел к этому или кто-то тебе подсказал? Кого ты увидел это? Не, ну честно говоря, просто я работаю там с тренером по легкой атлетике уже один с двенадцать лет. То есть, и мы всегда начинаем тренировку с разминки. Это само пришло. Это было еще, наверное, в крыльях советах, когда я играл. То есть, сам выходил перед разминкой еще какие-то, которые мышцы мне надо, я сам разминал. Потому что, как это часто бывает в хоккейных командах, когда общая разминка, там кто-то, блин, в носу ковыряет, кто-то стоит отдыхает, никто не разминает пару, там упражнение сделали и все, хорош разминка, погнали. У них игра-то идет. У меня есть пример, для этого я тебе расскажу. Не буду афишировать имена, фамилии. Я когда играл в своем родном городе Орле, здесь в команде, у нас был парень. Классный парень, реально душа компании. Но вот человек не мог выйти на игру трезвым. Вот он, серьезно говорю, нервничал, переживал. Но когда он выпивал, это просто... Человек мог по две-три игры в каждом периоде закладывать. Просто закладывал. Закладывал по полной эти шайбы. Я не знаю, вот есть же такие люди. Вот что делать с такими людьми? Что им отдельно лигу создать? Это не земная лига, я не знаю. У каждого свой ритуал, я тоже заметил. Мне, например, по моему организму, я чувствую, мне надо сначала размяться, конкретно, чтобы каждую мышцу прочувствовать. Тогда я выхожу, чтобы не травмироваться, чтобы мне игралось легче. В том числе, может, где-то и голове легче, нервам легче, да, снять напряжение. Кто-то, наоборот, да, выходит там, я не знаю, пришел за пять минут до сбора, переоделся и пошел играть. Он приходит за пять минут, три минуты снимает ролик. Мы же разминаемся, по сути, на льду. Зачем нам разминка перед этим? Я считаю, типа, вот, ну... Вот из-за этого человек нигде не играет, да? Не-не-не, я вообще люблю разминаться. Я разминаюсь иногда, но бывает. Ну, я заметил, ты единственный в команде такой, говорит, а может, пойдем разомнемся тоже? Зато я вне хоккея, вне зала, до хоккея хожу в зал каждый раз, каждый день. Понятно дело, понятно дело. Но у меня в голове, я думаю, я сходил сегодня в зал, зачем мне сейчас разминаться, типа, я уже был в зале, уже. Но это не пража. Ну, короче, ладно, это сейчас не мой подкаст, поэтому... Мы ушли от вопроса насчет Валентина Тарасенко. В итоге, ты как вот с ним играл, он сейчас где играет вообще? Он получился у него в хоккей или нет? Он сейчас играет, по-моему, в Лиге Казахстана, если не ошибаюсь, за Иртыш. То есть, видишь, как одному брату повезло, одному брату вот где-то... Ну, один, да. Не, почему повезло второму тоже? Эй, брат, что там? Кумысов, это нормально, конечно. Мы любим Казахстан. Болга – Казахстан, так что все четко. Если бы у тебя было в перспективе играть в Казахстане, заиграл бы? Так, и у меня была возможность играть в Номаде, да. Но ты попраски слушай. Нет, я поеду в Ереван. Да, конечно, конечно. Буду петь запах улиц Еревана. Нашлык-машлык, бляда. С Номадом просто не повезло в Казахстане, и все, чуть-чуть. А так... Потом, когда-то в дальнейшем, может быть, будет возможность еще... Дай бог, дай бог. Ты еще эмоции ешь, я думаю, получится. Но ты не забыть, ты сначала здесь докажи, а потом... Конечно. Ты как вот приехал в Ереван, ты уже в Москве понимание минут, что все закончил хоккей? Я так правильно понимаю. Ты уже закончил хоккей? Ну нет. Ты еще был в плавании таком? Не-не-не, но я все равно был в поиске, я же говорю. То есть, как бы, я форму все равно поддерживал. Там летом сборы проходил. Да. Тренируюсь все время. Разминки, да? Да, конечно. Разминка перед разминкой. Мы сейчас подкаст скажем слово «разминка». Подкаст назовем «разминка». Слышишь? Вот так и называем. Разминочный подкаст. А это тоже разминка, потом подкаст будет записывать. А ты помещаешь, покажешь нам пару упражнений разминки? У нас реально разминка же была перед подкастом. Арсен садился сюда, мы разминались. Да? По сути, да. У нас везде разминка. Ага. Перед каждым делом надо разминаться, ребята. Перед каким делом? Перед каждым. В общем и целом. Если вы будете говорить фразу «в общем», говорите «в общем и целом», пожалуйста. Это правильно, это по-русски. Это предостережение на будущее. Так, смотришь ли ты каких-нибудь хоккейных блогеров? Вот много сейчас появилось, потому что раньше их не было просто. А вот сейчас появилось… Как скажешь? Нет, нет. Именно блогеров типа «Черкасса» ты по-любому знаешь. Да, да, да. «Скользкий лед» и так далее. Вот смотришь ли ты… У тебя рекомендации в Ютубе хоккейные или разминочные какие-то там? Конечно, разминочные. Ну ладно, на самом деле, без шуток. Да нет, ну хоккейных сейчас как-то не часто смотрю. Раньше смотрел «Черкасса», вот разные его тоже подкасты как раз смотрел. Ну тоже так изредка сейчас почему-то… Ну, он перестал выпускать подкасты с игроками. Там бывает, могу что-то посмотреть про команду, про НХЛ. Ну, редко. Сограва у нас попросил просто… Он ему постеснялся спросить, короче, он хотел тебя на подкаст позвать. Он сказал, снимите вы с Валей «Черкасс», «Черкасс», «Черкасс». Здесь интересен нам надо. Конечно. Но честно, он уже не тот «Черкасс». Валь, Валь, есть вопрос от зрителей? Валентина, вы… Пожалуйста, поприветствуем этот зритель. Это Арсена Сатран. Это Арсена Ака… Сокомандник Валентина. Да. По-моему, в одном из Вене играют. Скажи, пожалуйста, а ты перед сном разминаешься? Нет, только после сна. Ой, хорошо. Это был глупый вопрос от Арсена Сатрана. Валентина, с кем ты играешь? Да, да, да. Кто детей пустил в студию? Ладно. Братцы, давайте к нашим матчам подойдем, да? Ну да, кстати, да. Три матча была трубка, не таща там. Давай, Валь, ты смотрел первую игру в субботу в один с утра? Честно говоря, спал. Спал, хорошо. Вот такое вот отношение. Ты не боишься отсюда уйти? А вот я, допустим, приехал на твою игру. Слушай, а я, допустим, приехал на твою игру. Почему я приехал на твою игру, а ты на мою нету, допустим? Все, начали душить уже все. Ну да, мы не душим, мы просто по факту всегда говорим. Вот смотри, вот была первая игра. Перцы победили Перцы. Потенциальные твои соперники, между прочим. Да, потенциальные. Ты не боишься попасть на них сразу и вылететь? Нет, не боюсь. Не боишься? Нет. Ты не боишься, что они тебе запретят разминаться Перцы? Вот это уже страшно. А каким образом ты помешаешь? Нет, давай на чистоту. А на самом деле, реально, можем как-нибудь так организовать? Да, мы сделаем. Просто его из дома не выпустим до начала игры в 20 минут. А мне просто везде из его сумки резинку и мячик уберемся. Но он даже дома найдет время разминаться. Он будет бегать по всей квартире, чтобы разминаться. Ладно, мы ушли от темы. Да. Еще раз. Ты же наверняка смотрел обзор? Ну? Игры. Что скажешь в целом по игре? И по его голу. Нет. Без отношения моего гола. Как тебе по его голу? Просто я не понимаю. Гаран так радует, что я забиваю, а он нет. Почему я тоже? А потом всем рассказывают, что это я забил, а не сам Вэлла. Да все так думают, что я забил. Вот вкратце, давай пройдемся. Все путают, конечно. Там тур был очередной. Ну. Сначала играли Перцы и Львов. Ребят, как ты относишься к этому? Рад ты или нет? В целом рад, наверное. Ну, если правда, то как оценишь? Потому что Львы же обыграли. Я сейчас смотрел даже обзор. Неплохая игра, в принципе. Я думаю, как, скажем, обычная игра чемпионата, которые сейчас уже стали более напряженная, более динамичная. Обычная игра у нас сегодня была. У нас была заруба, братан. Мы на качество работали, не на количество. Да, все понял. Все понял. Мы не как вы. Мы все знаем, что делать. Ладно, перейдем к вашим юническим играм. Вчера вы играли и у вас игра не сложилась. В чем была проблема? Кто виноват? Не знаю. Наверное, я не так сыграл. Мне не понравилась вчерашняя игра. Я согласен. Мы видели, ты злой был. Все, все, да. Мы видели. Ты был злой. Дальше можно не продолжать. В целом, если так взять... Почему у вас никакого-то... У вас состав усилен. У вас очень хороший состав. Очень хороший состав. Я с некоторыми... Перекос на атаку просто сильно составил. Возможно, что... Просто если так, в целом, посчитать. Я думаю, бросков 20 максимум нанесли противники. 15. 15. 15 бросков. Но забили-то они больше. Реализация просто у них больше. Ну, бывает. Почему так вышло? Вы просто навалом на Суркана налетели. Я думаю, бедолага. Лишь бы он домой доехал. Жену ребенка увидел. Да мы его чисто в форму прокачали немножечко и все. Суркан, он уже... Но просто пойми, что если бы вы вчера выиграли, вы бы уже... Да, когда он меня перестанет перебивать. Мы говорим только на английском. Поехали. Окей, let's go. What is your name, bro? You, who is? This is in our studio Valentin Kovalenko. Kovalenko, you training, yes? Yes, 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 yes. Как будет разминка на английском? Warm-up. You love warm-up? Do you like warm-ups? Of course, yeah. You every day warm-up, yeah? Yeah, before every practice, I'm warm-up. Yes, of course. Yes, of course. Yes. Sir? No? Yep. Yes. Of course, yeah, yeah. It is good, 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 good podcast. Yes. It is very beautiful English. Yeah, sure. My English is very good. English is very good, yeah, I hear. You're fine. What do you say? Fucking English, yeah? No, fucking English. Because he is... Hello, my name is Samuel. We'll play. Okay, yeah. I gotcha. Hello, Peter Lebedev. Yeah. 100%. How much can you? How much? No money. No money. What the fuck, man? Just love. Just love. Okay, keep it, you're going to fight. My English is much better, I'll just... How much? How much? How much? No, that's good, Petya, I know. Если вы не знаете армян, то... ...почти из САХ, просто... ...всё. Данасши, это были в хрисах. Бар. Бар! Тоже, ты... Давай знаешь, что ты сделаем? Говори, я буду переводить этот переводчик. Давай. Спрашивай ему чего-нибудь. Он тебя любит, пипец. Любит меня? Я так и знал. Я слежу Чики, а я не знаю. Я слежу Чики, а я слежу Валян. это этот дурак не понимает что я говорю и чехосум валя что и еще раз скажи 2 ленте я люблю ну вообще в принципе валя мне симпатизирует как пацан именно хороший добряк такой и шкафа сколько денег дал мне нисколько он мне дает у меня ничего не дает валя просто хороший парень и все сколько минут разминаешься 20 минут наверное ты можешь сюда встать вообще любимая сама поспать дома на диване ты просыпаешь ты разминку делаешь потом зубы чистишь потом приходит в целом то вообще как можно столько разминаться да нет но есть серьезно просто перед игрой сминаешься да ладно уже много про разве говори на самом деле но пацан молодец разминается это так надо надо ты даешь примерно на или всем и нам следует дайте я пюник я пюник зачем я лев просто марин матч матч окей ты наш матч не смотрел у вас не получилось просто гришь из-за той плохой игры но как кей-то командная игра не может быть из одного тебя не получится что-то что может быть настрой развалки то бы просто я заходил в настрой ходил фалькон сам они были заряжены капец то есть них отходила энергия зашел к вам вы все перематывали рада вопрос каждый каждый знаете сам делом занимается и вот может быть из-за этого вас не получил что-то у вас играл даже ваш тренер игр кривых может быть из-за него не получили что-то ну расскажи не она честно говоря я перед игрой ребятам скалпус разминки что разминка довольно сумбурная было много брака много непонятно чего но да 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 не говорю то что я им сказал всей команде что не надо так в игру входить но как раз таки все опасения оправдались в игру вошли непонятно как каждый наверное хотел сам забить каждый бежал и в игре в шайб это значит плохо в защите от играла ответить фальконс который просто за победу готовы были убить это тоже надо учитывая красавчик я всегда говорю там там перед игрой там хихиха ха там с командой противника но когда на льду пожалуйста мы с вами не друзья не братья это самого жалостая каждый должен выходить отрабатывать и уходить ну конечно обнимать лед это арена уже мы можем сейчас здесь смеяться там пято-десято но на льду ты поймешь что он наш противник а еще не с вами подерешься потому что Эдик с этим с Давидом блять просто ну это алибо с больной мы все там шашлык завтра на сухом тушу давид и Эдик вы лучшие друзья с детства они подрались сегодня так слегка да но есть но если ты с ним подерешься ты же после после льда ты же не будешь на него навобить и правильно мы просто игры руки пошли мать ну это понятно важно ребята это должно быть ребята реально все запомнит мир дружба жвачка и вот в общем мы опять выходим потихоньку от этой игры давай вот и что он помешал Добей, пожалуйста, ваш первый игрок вчера с фальковцем в этом туре. Я же говорю... Что он тренинг сказал потом еще? Потом улучшить игру и как раз-таки сконцентрироваться, собраться головой. Потому что, я говорю, было много брака, вы правильно заметили, и в раздевалке, и на разминке, какая-то расхлябанность, расслабленность была. И это все сыграло как раз злую шутку, и, собственно, перенеслось на игру. И результаты мы видели на табло. Окей, ну и сегодня... Мы можем и поздравить фальковца, они красавцы, они четвертую победу подряд. Фальковц, да. И посмотри, как они вырубили. Потому что там усиление подъехало. Но мы по-братски всегда уступаем, чтобы... Поднимайте, пожалуйста, нам не важно, какой стопер, если так брать. Но при этом, Валь, вы же понимали, что сегодня фальковцем тоже вам просто так игру не отдаст. В итоге играться завершилось в овертайме? Да, 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 нет, я понимал. Причем просто и безвесене тоже, давай, мы скажем, не обошлось вам, что шайба отскочила. Я говорю, вот вы вчера сделали, они сделали работу у нас с ЖИП, и все равно вы сегодня не размотали их, а тютельку в тютельку. И все равно забрались. Вам, можно сказать, даже в каком-то моменте повезло, что вы их обыграли, ну реально. И вот, скажите, ну, что говорить. Я считаю, что фальковц просто реально набрал, и у нас теперь 4 команды, которые, по сути, могут выйти в финал. То есть у нас раньше и как это было понятно, что пиуник будет в финале, и львы, это было понятно. А сейчас нет понятия, кто выйдет. Может быть мы, может быть львы, может фальковц. То есть была тяжелая игра, потому что были сильные соперники. Да, мне кажется, просто у фальковца появился такой фактор, как Денис Сурканов на воротах. Поэтому, собственно, им стало сложнее забивать. То есть можно даже, опять же, им не в обиду сказать, что там сколько у нас было бросков по воротам, и сколько у них. Но как бы их вратарь просто... Но вы тоже не из библиотеки вышли же. Ты в Канаде играл, Арсен в Омске... Да, в Тигран Презиннале. Да, в КХЛ Тигран играл. А как бы Суркан плюс-минус 30 килограмм набрал, отдадим должное его, что он плюс 30 килограмм еще, да? Он к матчам, к матчам специально, да. Это был камень по обороту Суркана, что он набрал. Ну типа в плане того, что он по-любому свои качества вратаря ухудшил. Слушай, ну давай на чистоту были и есть хоккеисты, которые у них масса превышает, так скажем... Ну согласись, ему тяжелее двигаться все равно. Ну как тяжело. Давай на чистоту Фил Кэссел посмотри, это просто бульдог. Ну это блин, у него мышцы на Овечкина. Ну это твое, что Овечкин... Пример для подражания твой, что ли, да? Тысяча матчей подражания в Энхейл, братан. Нет, это на него похоже. Ну Овечкин тоже, он всегда был толстым, мы никогда не будем подкачивать. Не-не-не-не-не-не. Он сейчас просто такой стал. Он из спортивной семьи вообще. Ну вообще Суркана... Отец заслуженный тоже, тренер, мать двухкратная олимпийская чемпионка. Ну в общем, все равно, я считаю ребятам... Ратан, где ты? Я считаю ребятам Суркану забить намного легче, чем какому-нибудь, я не знаю... Здрасте. Мне, допустим. Кому Суркану легче забить? Ну, я говорю пацанам, которые профессионалы, которые недавно были на профике. Ну, типа... Ну, хватит. Да нет, почему? Он тоже хорошо, он, по-моему, чемпион Ана Мхайлы. Нет, я никак не принижаю Суркана, я просто говорю к тому, что пацаны тоже, наоборот, заряженные. И могут зарядить хорошо. Нет, могут зарядить, но... Короче, вам... Не каждый бросок же тоже должен залететь. Арс, ты этот, как его... Чашки зачем нул? Чтобы просто на нем это ставили? Я же зашел спросить, чай-корка пацанцует? Воды или... Мискутес что-нибудь покрепче? Мискутес? Мискутес, я тебя спрашиваю, ты мискутес? Не говори, там матыш. Мискутес? Что за мискутес? Мясо будешь? Давай. Нам эркопорця лулакебаб. Разумеется эркопорця. Арах. Эркопорця лулакебаб. Кола есть? Нет, конечно. Конечно. Без шуток принеси один бутерброд в воде. Реально? Да, да, да. Да, да, да. Принеси. Принеси им воды и бутерброд один. И чипсину положи сверху вот так. Пошу под кран или нет? Чистая рекламка. Будешь? Да нет. Во время подказа не употребляю. Не употребляю. Да возьми, ну. Да жалко. Ладно, а ты с под крана пьешь воду? Не стараюсь покупать. Почему? Но я тебе скажу, что в Армении можно пить. Не знаю, мне морально сложно. А с пупулака? Не, я тебе говорю. А с пупулака пьешь? Знаешь, как пупулака? Это фонтанчик. Пьешь? А ты знаешь, да? По-армянски это пупуляк называют? Не, не знаю. Попробуй выговорить. Пупуляк. Пупуляк. А по-русски как это будет? Фонтанчик? Фонтанчик. 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 А потом и зал и лед. Понял? Сначала понарастающий. Разминка перед ледом или разминка на льду? Все время разминка, просто. Разминка forever. А вот теперь личный вопрос, ты должен честно только ответить. Несмотря ни на кого, пойти на свидание или пойти на тренировку? Пойти на тренировку. Потому что девушка уже дома ждет, все нормально. Девушка уже тут стоит, она уже обиделась. Так, подожди, он на тренировку ходит, может быть, с ней, может быть, он совмещает это как и разминку, допустим. Главный вопрос, братан, только честно ответить. Давай. Или раскатка. Сложно, надо подумать пару минут. Все сразу. Хорошо. Победа с пьюником в чемпионате Армении или хорошая достойная карьера? Разминка, хорошая достойная разминка. Я тебе отвечу так, победа со сборной Армении на чемпионате мира. То есть пьюник, подумайте, кого взяли в команду. Хорошо. Ну, короче, мы заканчиваем наш подкаст. Я надеюсь, вам понравилось в роли ведущих меня и Самвела, либо Карена и меня. Так, Валентин был в гостях, aka Валя. Валя, это aka Разминка, aka Раскатка, aka Разминка. Терминатор. Человек, который просыпается, тоже делает разминку. Видится с девушкой, делает разминку. Выходит на лед, делает разминку. Короче, везде, где бы не был бы Валя, он всегда делает разминку. Валя, тебе спасибо большое. Успехов тебе, главное, без травм. Но две минуты, обещаю, я на тебя удалюсь, ты чуть отдохнешь. С вами был ведущий, дядя Сэр. Это кто еще отдохнет? Это кто еще отдохнет, говорит, да-да, каспарянцы. И, конечно же, наш главный гость, Валентин. Коваленко! Коваленко! Пишите, кто следующим хотите видеть гостя. И скажите, кто из нас лучший ведущий? Я или я? Я думаю, Карену надо убирать.